еще раз по поводу прилета по эпицентру в харькове ребят пока если вы уже не выехали из харькова куда-то дальше глубже чтобы кабы до вас не доставали вам единственный вариант сейчас пока не придут нам 16 эти ракеты воздух воздух чтобы мы сбивали эти носители кабов еще на на территории российской федерации вам единственный вариант это не скапливаться не бывать в местах где большое количество людей в этим если вы собираетесь в большие какие-то толпы в этим сильно увеличиваете свою вероятность помереть при таком соседи как российская федерация увидите то есть 2к бауру держит очень просто к прилетает рядом с блиндажом он по блиндажу не попадает за то есть ну это же свой свой экспириенс рассказывал уже не раз то есть не до нас поконтузило ну что такое блиндаж 2 на 2 метра попробуйте промазать в эпицентр это даже россиянам сделать тяжело понимаете поэтому как бы старайтесь таких местах не оказываться по крайней мере до тех пор пока не пройдут там я думаю что и патриот и харькова передадут потому что но это уже скотства второй город в украине и не выделить на него на ресурсы это конечно что там у них в приоритетах я не представляю ну у властей хорошо то есть этим за единственный сайт который можно дать да то есть я уже не советую ничего по поводу наступления россиян именно на харьков там на циркуны на липци видно да господи я живу я 12 апреля на ю тубе называется у меня видео костенко максим канал называется видео пантеон героев я там сказал какой нафиг харьков никто его уже никогда не возьмёт не могли это сделать там нас бухты барахты в двадцать втором году в феврале месяца три-четыре дня могли там пользуясь внезапностью окружить там он не сделали этого тогда не будет это уже даже близко никогда я уже не говорю про то что там девяносто вторая стоит кракер то так и в краю я же в девяносто второй до четырестом я служил девяносто второй там треть половина была харьковчан штурмовая бригада защищает свой город там перепотрошат этих оккупантов аж бегом да что еще переговоры были ну серьезно вот опять же активизация точно вчера забыл сказать про эпицентр россия всегда когда начинает говорить о переговорах с кем-то с кем она воюет она начинает активизировать боевые действия старается побольше атаковать побольше для того чтобы как бы одна считает что это подталкивает визави оппонентов к переговорам более интенсивным что конечно полный бред это допустим для нас я не знаю по моему украинцев это только в ярость приводит и не то что желание с ними с ними разговаривать не о чем и нечего все это на ялтинской конференции гитлера не должно быть на тегеранской конференции там не о чем разговаривать разговаривать надо с британцами с немцами какие мардеры какие патриоты какие спасибо что помогают украине сильно повезло да что у нас еще столько вменяемых стран сейчас нам помогает а мне оказались в позиции финляндии 38 39 года правда россия это страна понты понимаете это вот ровно как этот уголовник путин который дворовая шпана которая на понты берет и пытается произвести впечатление то есть вот это объяснение тому что он как раз принуждение к переговорам то есть как бы если ты хочешь решать свои вопросы на поле боя то ты там расширяешь в очередь она там этот прорыв то есть это понятно это логично это принесет военный эффект но для россии понты гораздо важнее понимаете для них гораздо важнее чтобы это было наступление на харьков хотя это наступление на харьков сегодня какой получается день 17 день наступления на харьков и они уже там отступают под волчанском я смотрю по deep state то есть гораздо важнее пиар эффект насколько это будет эффектно в сми насколько это будет там для населения больше в ступор вгонять еще раз говорю нет никакого смысла договариваться даже начинать переговоры с россией потому что у россии все демилитаризации которые они хотят это все уже было в тринадцатом году уже были все подписанные договоры о границах с российской федерации а большой договор с российской федерации о дружбе был подписан на тринадцатом году украина отменила призыв в армию и на всю армию тратила 1 миллиард восемьсот миллионов долларов вместе со всеми там сбуш ни камни висе со всеми вывешниками и так далее. Это все было затраты страны. Сейчас у нас 62 миллиарда, только до конца года Америка дает на военные нужды. Так что все это ерунда, и не обращайте внимания, вообще забудьте, не должно интересовать нас, ну, то есть, что там себе думает Гитлер, какие у него планы, как он себе видит обустройство там, я не знаю, евразийского континента до Урала. Ну, интересовало это союзников, допустим, американцев, Советский Союз там в 43-м году, в 42-м году. Да плевать, что они там себе думают, что они там себе хотят, как они себе все это видят. Нам надо отбить свои территории, освободить своих людей, которые сейчас там под оккупацией. На этом сосредоточиться и все. То есть, а вам харьковчане там, ну, старайтесь не собираться просто по этим многолюдным местам, потому что Россия этим пользуется. Вы сами это видите. Я это видел, когда еще не мобилизовали в 22-м на Северной Салтовке. И вы это по себе видите. Никаких моральных устоев, критерийов там у России нету. Они совершенно открыто говорят, что украинцев не будут. Тех, кого не согласится стать россиянином, они либо, блин, пересадят, либо, блин, перебьют. Ну, так. Это же уже происходит. Это же не то, что гипотетические какие-то предположения. Так что занимайтесь. Россия это прекратится существование, Российская Федерация. Ну, в самом ближайшем будущем. Я вам серьезно говорю. Потому как, ну, то, что там ее пытаются сохранить американцы, не желая, чтобы ядерное оружие расплодалось. Мы, Украина, отдала. У нас третий ядерный потенциал был в мире. После Соединенных Штатов, после Российской Федерации, третий был в Украине. После РСФСР, после Российской Федерации. И что? Заставили американцы отдать этот ядерный потенциал кому? Очень эффектный ход. Теперь мы вот это, блин, выгребаем сотнями тысяч, погибаем. Какие договоры с Россией? О чем вообще? То, что Америка не хочет, чтобы Россия распалась и расползлась там, ядерное оружие распалась, это не... Понимаете, Джордж Буш приезжал, президент Америки, приезжал в 91-м году, 1 августа 91-го года, если мне память не изменяет, за 23 дня до объявления независимости Украины. Он выступал в Верховной Раде с речью о том, что не надо разваливать Советский Союз, надо там составаться, да, киевчикен спич, это называется, то есть, цыпленок по-киевски, речь котлеты по-киевски, ну так это в вольном переводе можно перевести, как это в Америке называется. То есть, трусоватый, блин, нафиг цыпленок пытался отговорить, блин, ничего не помогло, ничего не спасет Российскую Федерацию от развала. Они сами выбрали этот путь и туда и мы дорога. Все будет Украина. Харьковчане, берегите себя, да и все украинцы, берегите себя. Нам надо сохраняться как нация, как народ. Берегите себя, не игнорируйте эти тревоги, сигналы тревоги.